Предоставляю слово Тимофею Алексеевичу Молданову, кандидату исторических наук, руководителю окружной школы Медвежьих Игоревич, окружного Дома народного творчества и тема его лекции «Фольклорный текст как источник археологии». Тимофея Алексеевич, вам слово. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я сегодня хочу поговорить больше всего о Потканове, обрядовая поэзия его том, так как очень много археологов и много было открытий у нас в Югре на основании вот этого тома. «Остяцкая поэзия» или вкратце можно «Героический эпос Хантов». Впервые столкнулись еще в XIX веке. В то время, в XIX веке, было принято любой исследователь, который едет к нам в Югру или Обской Север, тогда еще назывался, делал доклад в Тобольске у губернатора. И вот сохранились первые сведения первых исследователей, которые указывали на имеющиеся городки. До революции, это всегда было принято так, исследователь делает свой отчет на той территории. К сожалению, в последующие годы эта традиция была утеряна. Какое-то время это сохранялось при Советском Союзе, а после Советского Союза вовсе утерялось. Итак, Потканов впервые сделал свое заявление об открытии и написал археологический комитет, чтобы производились раскопки. Шухов, это один из этнографов, также он очень хорошо рисовал. Он поехал, у него была этнографическая экспедиция, ну в том числе он руинник каких-то городков, в том числе и Юильского городка нарисовал. Юильский городок, в сравнении с другими, он более широко известен, был в то время, так как русские казаки возводили его на месте хантыйского городища. В Нижней Конде, в Средней Аби, первые исследования все-таки пошли уже позднее. Были фотографии, до сих пор сохраняются в музее, в музее-заповеднике Тобольске. И артефактов оттуда совсем мало, керамика, еще что-то, но таких, как сегодня, я как раз хочу поговорить по материалам последних экспедиций. Алексея Зыкова, Сергея Кокшарова, это Екатеринбург, и нашего музея природы и человека, Ханты-Мансийского, Собольникова и Кузина, которые проводили исследования, опять же, по фольклорным данным Потканова, Серафиме или Сергея Потканова. Вот всегда и меня удивляло, карипоспатурдотвош, это на территории Канды, там, как мы знаем, живут кандинские манси, но по карипоспатурдотвош, по топонимике, все-таки жили носители среднеапского диалекта. Карипоспатурдотвош, я на хантыйский бы так переложил. Карипоспатурдотвош, не поспатурдотвош, поспатурдотвош, это протока, получается, стерляжья. Пусть она и в диалекте, пусть Т, возможно, пропущена, потому что Т слабо слышится. И по этим имеющимся фольклорным данным в 2018 году снарядили экспедицию в Кандинский район, Карипоспатурдотвош. Проведена была тщательная работа на месте. Материал керамика относится к началу второго тысячелетия нашей эры. И Собольникова-Кузьмина тут же проводят, писали также, описывали вот эти вот материалы. Вестники Угроведения за 18-й год в фольклоре, в фольклорных источниках 18-го, начало 20-го века по истории Западной Сибири очень часто используют понятия до второй половины второго тысячелетия, значит, до 50-х годов 20-го века. Город, городок, осяцкий город, богатырское место. Вот этими терминами понимается укрепленный ров, вал, частоколом пункт удобный для месторасположения как в административном, так и в стратегическом. Вошпай на Хантыйском, на Мансийском Усть. Вошпай, опять же, я к ламбовожу перейду тут. Необходимо тоже выяснить в последующее время, где кто жил. Мы уже встречались, Кандинский район на хантыйском языке, топа-нимика, топа-нимика, ламбовож на хантыйском языке. И там же городище было. Также они называли вошпай. Вошпай это на хантыйском слове. Хантыйское слово городище. Или еще хорань называют. Чаще в фольклоре хорань встречается. Хорань это присуще к средней обид. И вот у этнографов хором йох считается открытых лодок, еще от чего-то идет. И вот хорань так себя называли среднеобские ханты. В самом деле не оттуда идут, а живущие хора. Хор это ров. Вообще, если хантыйский язык взять современный, хор это ров. А со средним веком, с средневековым, произношение у нас, у хантов, так и не менялось. Хорань тоже городище. В большом количестве угорские городки располагаются в бассейне реки Канда. Это и по описаниям Мюллера, который получил сведения от рассказов остяков и вагулов. И сегодня, если проехаться, то же самое вам начнут рассказывать о городищах. Сегодня в фольклоре еще живое, Вошпай, Вовр, Вошпай. Вовр, Вошпай, короче, это Вышеюильска. В ауле три года там жил. Набеги совершал на Ямал и жил в свое городище построил. И в фольклоре имеются сведения. Многие были записаны рассказы об этом городке. И сама топонимика говорит Вовр, Вошпай, Юган. Вовра городка или Вовры городка Юган. Ну, там нефти нету, поэтому там ни разведки, ничего не было. Даже разведки не было. В отличие от Югельского. Югельский городок сам, который в 30 километрах западнее Югельска нынешнего, он широко был известен, в XIX веке еще Шухов описывал. Затем уже там бывали и Молодин вывозил, Новосибирск. Северную башню он вывез, а Южная не сохранилась. В 2008 году тот же музей ездил, но там уже был пожар. После пожара уже восстановить ничего не удалось. Но очень много было найдено монет. Это, само собой, монеты, как бы святое место хантыйское. Из-за этого, конечно, монеты будут. Тут вот на основе собранных поездок под Кановым под Канов сам первую археологическую карту Нижнего при Иртышья составил. И он писал письма везде, что надо археологам, но ему не дали возможности, чтобы археологически он обследовал, так как он не специалист в этом деле. Позднее уже начинаются исследования. Суртум-Яга, Тава, Ягодка – это все по реке Канде и все по данным, по реклорным данным. Героический эпос поется, и особенность пения героических песен – это эпитет или название городка досконально передают. Допустим, Веревошпай, Тунгазан, Харенгонжаб, Харьёвы. И на основании вот этих вот всех эпитетов и археологами уже дальше на месте с картой определяют точное нахождение. Точное нахождение, конечно, если вам Хант скажет пять верст отсюда, кто его, никто не измерял это, пять верст будет или нет, приблизительно приходится искать. То же самое было с Эмдерским городком. Эмдерский городок еще считается сибирской троей. Эмдер, откуда они взяли? Тоже от Подканова, от героического эпоса «Южных хантов». Мы считаем, не мы считаем, наука считает «Южных хантов», но по территории Эмдер – это уже не «Южные ханты», это «Среднеобские ханты». Возможно, и у Подканова с определением «Южных хантов». «Южные ханты» и «Среднеобские ханты» диалект был один, совершенно один. На «Т» они говорили. Почему я говорю совершенно один? У нас несколько записей осталось от Ангашупова, от Лазарева, которые говорили на «Среднеобском». И сегодня есть носители среднеобского диалекта, а если вчитываться как следует подкановские тексты, там тот же самый диалект. Нижнее приобье считается так. Анксенвош, больше от Лымское городище. Это тоже благодаря Сергею Серафиму Подканову. Мало от Лымское, «Ай, Анксенвош». Как это ни странно, но... На «Канде» еще были записаны героические сказания среди вековых городков Цингалы. Под руководством Захарова проводились археологические раскопки в 97-м году рядом со святилищем «Тябрвош». «Тябрвош», кто фольклор читает, это тоже из героического эпоса. Достаточно известные и медвежьям «Тябрской женщины» песня, и медвежьям фольклоре известны и до сих пор эту песню поют. Там связана война с татарой. Из-за этого воздвигались городки. Хэрри Поспат, мы уже говорили, Пуспат. Серафим Подканов, когда записывал, он говорил, что лучшие знатоки героических сказаний и были, жили на «Канде». Почему? Да на «Канде» было очень много городов, как и в среднем течении обид. Если вспомнить иртышские астеки и их народную поэзию, которая издана на немецком языке, а позднее еще на трех языках была издана монография. На хантыйском, на немецком, на русском. Кроме Подканова, были еще на нижней «Канде» записи Шульгина. Шульгин записывал еще. В Тобольском также музей-заповеднике сохранилась его рукопись, которая датируется 1901 годом. Одна из песен его как раз относится к «Карипус Патвош». Но это, считают исследователи, более поздний вариант Эмбера, богатыря Эмбера, из Эмбера. Просто уже на «Карипус Патвош» переложены. Когда Шульгин ехал мимо этого городка, «Карипус Патвош», то проводники рассказал. Это знакомая ситуация. Когда в незнакомой местности едешь, проводник, напарник твой, который там бывает, он всегда рассказывает, вот это вот древнее городище. Вот здесь вот было «Тумвошпай» или еще какой-то «Вошпай». «Пяшетпай» – «Телятместа». Тут вот пытаются ученые расшифровать происхождение «Карипус Патвош». Относят тоже стерляжи и протоки. «Пат» – это конец. Ну, с хантыйского языка так «Урт», «Урт» – мы знаем, это «верт», если на Казымский диалект. «Урт» у них так «Сахи уханьё» переводят. «Тать». «Тать». «Схай» в сегодняшнем хантыйском «хай», на котором мы «Казымский» и говорим, а так на Средней Обском и было «Тать». и эти тексты под «Кановский» и «Шульгинский» отличаются, как и сегодняшние, лишь эпитетами. Эпитет «Шульгинский» более поздний, он более насыщенный. Видимо, к тому периоду относится то, что вот ближе к тому месту, ближе по времени к месту происшествия фольклорных эпитетов данное действие еще не набрало, а со временем, когда уже форму легенд сказок переходит, уже народом отточенный вариант и записал «Шульгин». Поэтому очень богат «Шульгинский» материал эпитетами. Это со временем, когда отшлифовывается уже народ, проработав эту историю, более более, как бы сказать, литературно, что ли, разработанную версию нам подают. Может, нет, не литературно, но фольклорно уже отработанную версию, немного другая от первоначального. Кроме этого, фигурируют и другие, конечно, городки. Ямвош, Хардавош, Лучвош. Лучвош встречается ближе к Сургуту, потому что по произношению даже видно, восточные ханты Ручь называют русских, Ручь-Вош, значит, русский городок. И в конце исследователи пишут свои предположения, как быть с этим наследием Подканова, как обращаться, как уже на месте верст, и они уже по расстояниям, как на карте определить, в некоторых источниках по Подканову идет 7 верст, а у Шульгина уже идет 15 верст, более-менее точно уже Шульгин, точнее, в самом деле это 17 километров. И напоследок, наверное, скажу о том, что археологи очень часто обращаются к материалам фольклора, так как в наших местах дальше на восток, на север, письменных источников о когда-то бывших стоянках или местах очень мало документальных. та же Дудинка, куда дальше, на восток. Археологи больше всего теперь, когда с освоением севера идут археологические разведки, они больше всего стараются найти какой-то фольклорный материал, какой имеется. И в нашем округе тоже не исключение очень часто бывает северных тегазов звонит, интересуется, что-то там было, нет. так что археология и фольклор, как бы, фольклор для археологии тоже источник. Ну, на этом у меня все. Извините.